Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Что же интересного происходит на земном шаре, дорогие друзья, мы рассказываем вам именно в этой рубрике на телерадиоканале Страна.ФМ Роман Шахов, Лиза Калинина и наш дорогой долгожданный гость. Да, друзья, с радостью представляем. В гостях у нас сегодня генеральный директор центра генотек Валерий Ильинский. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Спасибо, что позвали. Да, мы сегодня будем вообще проводить такой ликбез. Что такое тесты ДНК? Они сейчас популярны, мы проштудировали информацию. Но тем не менее, давайте какую-то вот в общие данные дадим. Вот для чего люди хотят сделать изначально такие тесты? Кто сейчас основной потребитель? Как обстоят дела у нас в стране? Кто к вам приходит, да, расскажите. Ну, совершенно разные генетические тесты. Там самые, наверное, известные. Это тест на отцовство. Так. Как в фильмах показывают. Ну, да. Плюнул, собрал волосы, нашел сына. Это судебная медицина. Такое отдельное направление. И этим направлением мы не занимаемся. Это исторические самые первые тесты, которые, наверное, стали массовыми. Ну, из них, кроме отцовства, материнства и так далее, ничего интересного-то узнать нельзя. Сейчас стали гораздо более популярны тесты, которые касаются либо здоровья, либо происхождения человека. Ну, тесты по здоровью могут показывать предрасположенность к разным заболеваниям. Там риски онкологических заболеваний, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ну и так далее. На самом деле таких заболеваний достаточно много. Там много десятков. И, собственно, вторая группа популярных тестов, это тесты, которые показывают происхождение, там, насколько процентов, условно, это еврей. Ну, вот такого рода люди задают вопросы. И с помощью, там, анализа ДНК можно на них, ну, хотя бы отчасти ответить. Ну, самые, может быть, интересные ответы, которые люди получали, может быть, человек из Рязанской области, да, а на самом деле он по происхождению из Африки. Какие могут быть результаты? Ну, каких-то существенных сюрпризов тут, ну, наверное, быть не может, потому что, ну, если человек там очень долго, там, его предки очень долго жили на территории Рязанской области, ну, там, генетический тест не покажет, что он из Африки. Бывают разные сюрпризы, конкретные истории для истории семьи, когда, ну, у каждой семьи, наверное, есть какая-то легенда, что если там бабушка гречанка, да, или там бабушка дворянка, что-то такое. И тут генетический тест может либо, ну, это опровергнуть, либо подтвердить, либо, на самом деле, может быть, не дать какой-то однозначной информации, может просто натолкнуть на какие-то дальнейшие исследования. Ну, вот, что касается здоровья, мне кажется, здесь это вообще такой ноу-хау, и, ну, тут вообще хорошо бы каждому пройти такой тест, чтобы узнать, какая у тебя вообще есть предрасположенность. Может быть, есть обязательные, да, вот человеку, чтобы он не переживал за своё здоровье, вы бы порекомендовали, что пройти? Ну, смотрите, обязательно генетических тестов нету, и, наверное, они не должны быть обязательными, потому что эти тесты, которые показывают риски, далеко не каждый человек хочет эти риски знать. Ну, есть определенные категории людей, у которых, там, в принципе, меньше знаешь, крепче спишь. Вот не хочу знать свои риски, там, и... А если люди из другой категории хотели бы всю картину наблюдать? А если люди из другой категории хотели всю картину наблюдать, то дальше весь вопрос, они заботятся о своём здоровье или о здоровье своих будущих детей, например. Потому что здесь разные тесты. Тесты, которые показывают риски, там, своего здоровья, ну, те тесты, которые, ну, показывают здоровье человека, его, там, возможное долголетие, какие-то проблемы в старости. Такие тесты есть, там, порядка 150 заболеваний можно изучить. Сюда попадает и, там, рак молочной железы для женщин, рак простаты для мужчин. То есть то, что сейчас на слуху. У этих всех заболеваний есть определённый вклад генетики, есть определённый вклад образа жизни, есть определённый вклад случайностей. И генетика для некоторых заболеваний играет огромную роль, для некоторых заболеваний она играет не такую уж и большую роль. Просто генетика – это ещё один фактор, который стоит учесть при оценке вероятности того, что у вас это заболевание когда-то появится, из-за какой-то коррекции медикаментозной или не медикаментозной, может быть, коррекция образа жизни всем, чтобы эти заболевания снизить. Велика ли погрешность в этих исследованиях? Есть ли она вообще или там все точно? Если мы говорим про технологии расшифровки ДНК, то можно сказать, что там все точно. То есть точность расшифровки ДНК современными методами на современном ворудовании — это порядка 99,99. То есть это очень высокоточные анализы. Другой вопрос — это интерпретация. И вот для оценки вероятностей интерпретация статистическая. То есть мы не можем сказать, что у вас с гарантией будет это заболевание, или наоборот, что у вас с гарантией этого заболевания не будет. Мы оцениваем лишь шансы. И вот этими шансами нужно управлять. Вы идете в банк и оцениваете надежность этого банка, потому что завтра у него отзовут, ли занятие или нет. Точно так же с заболеваниями. Мы говорим лишь шансы того, что у вас это заболевание проявится. Даже если у вас вероятность этого 80%, например, 90%, как, например, в случае с Анжелиной Джоули и ее раком молочной железы, то это совсем не означает, что это заболевание непременно появится. Это означает, что, условно, если взять 100 человек, вот такие же, как она по генетике, то у 90 людей это заболевание проявилось бы. А у 10 оно не проявилось бы. Почему оно не проявилось? Много разных, может быть, объяснений. Начиная от того, что это просто какие-то случайные вещи и заканчивая тем, что просто многие люди не доживают до определенных заболеваний. Вы знаете, что касается вероятности, у нас с большой вероятностью сейчас будет Би-2 в эфире страны ФМ. Просто композиция «Черное солнце». Да, давайте послушаем, посмотрим. Небольшая пауза. Друзья, вы можете задавать свои вопросы. 909-928-1-89-9. Я думаю, что Валерий с удовольствием прокомментирует. Наш эксперт сегодня в гостях. Мы говорим о генетике и о тестах ДНК. Друзья, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Лиза Калинина в студии, Роман Шахов. И в гостях у нас сегодня генетик Валерий Ильинский. Валерий, вот проведите еще нам одну такую консультацию. Что люди в основном сдают, если хотят получить анализы? Что от себя отрывают? Это кровь, слюна. Что это еще? Ну, как правило, это либо кровь, либо слюна. При этом кровь чаще всего сдают в медицинских учреждениях, ну, потому что им привычно собирать у всех пациентов кровь. Чаще всего, вот если говорить про там общий массив генетических тестов, конечно, сдают слюну, потому что большая часть компаний, которые делают генетические тесты, они работают как? Вы заказываете на сайте тест, вам курьер, обгоненный курьер привозит коробочку, в этой коробочке там инструкция и там специальная пробирка для сбора слюны с консервантом. Вы дома, там, сидите на диване, собираете эту слюну, отправляете курьером обратно в лабораторию и дальше просто в своем личном генете смотрите результаты. Это вопрос, скажем, дилетантский, но, тем не менее, это равноценные материальные, что слюна, что кровь, то есть результат получится одинаковый. Точность одинаковая. Точность одинаковая. 99,9. В каждой клетке нашего организма есть одинаковая копия нашей генетической информации, поэтому нам подойдет, на самом деле, любая ткань, любой орган, любая клетка из организма. Слюну удобно собирать, при этом с точки зрения точности, надежности и так далее, она точно так же работает, как и слюна. Кровь собирают по единственной причине, потому что в медицинских учреждениях привычно у всех собирать кровь, потому что кровь нужна для биохимических анализов, тут как бы слюна не подойдет. Заодно уж сразу. И заодно уже сразу можно собрать кровь на генетический тест. Интересно, интересно. Ну, вообще, конечно, мне бы хотелось вот этот этнический состав и все ДНК-тесты в одном, я смотрю на сайте. Здоровье, образ жизни, да? То есть человек сдаёт анализы, и потом ему как? Дают какие-то рекомендации, вот эти продукты вам нельзя употреблять. Или вот что он получает на выходе? Вот если мы говорим про здоровье. Не смотрите, если мы говорим про, например, диету, какие продукты кушать, какие не кушать. А это разные задачи, как бы, да? Это немножко разные задачи, потому что одна задача — это как-то попытаться справиться с предрасположенностями, их вероятность снизить, например, для онкологии. И тут просто питание не сильно поможет. А есть история просто, условно, про авиатоминоз, например, про нехватку витаминов, или про какие-то особенности метаболизма, переносимости, переносимости лактозы или глютена. Это разные тесты, ну, они просто на разное сфокусированы. Люди могут заказать что-то другое, могут заказать что-то по отдельности. Если мы говорим про питание, то, да, действительно, ДНКТС скажет, что, условно, у вас непереносимость молока. На самом деле, непереносимость молока есть примерно у половины взрослого населения России. И что делать дальше? Очень просто питаться безлактозным молоком. Вот тебе, то есть факты уже точно тебя подтвердили. Либо просто там какими-то уже переработанными продуктами, там, йогуртами. Ну, кисломолочкой, да. Ну, да, там дела тоже меньше. Понятно. Слушайте, круто. То есть тут диета и фитнес, таланты и спорт, планирование ребенка. Ой, подождите, а таланты и спорт, а как это? То есть тоже какая-то предрасположенность к чему у тебя она есть? Ну, есть целая наука, спортивная генетика, которая занимается тем, что пытается связать успехи спортсменов с их генетическими особенностями. Ну, и на самом деле пытается понять, а что нужно для того, чтобы стать олимпийским чемпионом или там чемпионом мира по футболу, например, спортсмены, они добиваются успеха, потому что вот так работает их организм. Они, например, очень быстрые или очень сильные или очень выносливые. Ну, как бы, это все зависит от того, в том числе, и что он, вот этот спортсмен, наследовал своих родителей. Ну, потенциально может, да. Конечно, здесь есть огромный вклад тренировок, но есть и наследственная часть. И, собственно, спортивная генетика занимается как раз тем, что она изучает вот эту вот спортивную особенность, которую человек может унаследовать. И, собственно, с помощью ДНК-теста можно пройти ребенка в год или в два узнать... ломкость костей повышенная, и это с некоторыми видами спорта не очень совместимо. В общем, или шахматы, или пауэрлифтинг. Можно сходить, сдать анализы и все понять. Хотя бы, чтобы не моталось вот у человека. Скоро продолжим у нас небольшая полоса. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите Страну.ФМ. Генетик Валерий Ильинский по-прежнему у нас в гостях. И мы обсуждаем... Какие тесты вообще существуют? Что мы можем узнать с помощью тестов? То, как нам жить теперь, зная многое и многое о себе. Можно ли прийти к врачу и сказать, вы знаете, вот я сдал все эти тесты, все о себе знаю, помогайте мне. И врач скажет, да, действительно верю. Нормально принимается врачами все вот эти вот данные? Новшества. Ну, есть как бы две стороны медали. С одной стороны, там, верю, не верю. Есть проблема, что в целом генетика у врачей в России это, ну, по крайней мере, раньше было полгода в институте. Если это не врач-генетик, то... Не больше. Полгода в институте. Вся генетика заканчивается. При этом, ну, понятно, что генетика за последние лет 10 очень сильно развелась, и появилось очень много и новых технологий, и новых данных. Поэтому все, что там люди изучали 20-30 лет назад, ну, как основа это все там правильно. Модель ДНК посмотрели, и все. Ну, на самом деле, там банально геном человека был расшифрован там всего лишь в 2001 году. Поэтому вот... А, да, до этого какой-то такой полной информации о геноме даже человека не было. Поэтому много нового появилось, и не все врачи об этом знают. С другой стороны, генетический тест, ну, фактически, это просто сбор семейного анамнеза. Вы можете не знать, что было у вашей там бабушки, прабабушки, тем она болела, но генетический тест это покажет. И многие врачи именно так и подходят, потому что, чтобы профилактировать заболевание, не нужно разбираться в генетических тестах. Нужно просто собрать анамнез, ну, либо получить результаты генетического теста, либо как-то по-другому оценить риски человека, и дальше уже не важно, откуда у вас информация, что у человека повышенный риск какого-то заболевания. Важно его профилактировать. Смотрите, а в каком виде это все приходит? То есть я сдала тест, выбрала, например, здоровье и долголетие у вас. Мне уже приходит как бы расшифровка, вот как мне жить, что делать, или как это получается? Ну, смотрите, тут бывают разные варианты. Мы в генотеке выдаем личный кабинет, где вы, с одной стороны, видите, ну, исходные данные, то есть какие мутации, в каких генах у вас были обнаружены, и вторая часть, вы получаете, ну, просто расшифровку понятную, текстовую, там написано, там у вас повышенная вероятность такого-то заболевания, вот как, условно, с помощью, ну, изменения образа жизни можно снижать риски, вот что может посоветовать вам врач, вот к какому врачу стоит обратиться, там, чем он может помочь. Другие лаборатории делают некоторые так же, некоторые дают просто исходную информацию, дальше вы уже с ней идёте к врачу. Никакая лаборатория не может дать вам, ну, заочно, какие-то медикаментозные рекомендации, никто не скажет вам, принимайте эти таблетки, эти таблетки. Всё-таки это может сделать только врач на личном приёме. Генетический тест просто может сказать вам вот такую общую информацию и посоветовать обратиться к какому-то специалисту, там, профильному, по конкретному заболеванию. Вот смотрите, ещё у вас есть такая функция, как ДНК-тест планирования детей. Что здесь? То есть здесь и мама, и папа предоставляют свой материал или как это происходит? И какая его цель? Ну, понятно, родить здорового ребёнка. Родить здорового ребёнка, на самом деле, цель очень простая. Проблема в следующем. Рождается достаточно много детей с разными наследственными заболеваниями. Наследственные заболевания такие заболевания, которые зависят только от генетики и никак не зависят от образа жизни, от каких-то там случайностей и так далее. То есть, условно, если есть мутация, то заболевание проявится. И большая часть таких заболеваний, они возникают в том случае, если и папа, и мама являются носителями этих мутаций. То есть у них эта мутация есть, но она никак не проявляется. Они не знают об этом. Да, они не знают об этом. Она проявляется только в том случае, если рождается ребенок, который унаследовал эти мутации от обоих своих родителей. И как раз такой тест, он показывает носительство этих мутаций родителями. Каждый человек в среднем носит порядка трех таких мутаций. И есть вопрос, вот в паре люди совпадают по этим мутациям или не совпадают. Если они совпадают, риск рождения больного ребенка порядка 25%. Если они совпадают, ну и хорошо, можно там спокойно жить дальше. Опять же, если они совпадают, то сейчас есть ЭКО, и может врач-генетик с помощью ЭКО с определенным отбором эмбрионов практически гарантировать рождение здорового ребенка. В целом, понятно, что делать. Этот тест, к сожалению, самый непопулярный в России. Ну просто потому, что в России люди не умеют планировать, не любят планировать рождение ребенка. В России традиция такова, что он сначала забеременел, а потом пришел к врачу. И поэтому, к сожалению, в нашей практике даже есть случаи, когда у нас семья и там три подряд больных ребенка, ну просто потому, что люди, ну вот, не задумываются. Ну не знали, может быть, да, не было нужной информации. Когда у нас первый ребенок больной рождается, ну как правило, родители начинают изучать. Тут как бы скорее просто, ну вот, традиции. Давайте некоторые традиции менять в нашей жизни. Друзья, очень скоро вернемся. Будьте поблизости. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Друзья, генетик Валерий Ильинский по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Мы говорим об интересных научных вещах, медицине и, собственно, о том, как сделать нашу жизнь комфортнее и как самим не болеть. Да. О тестах ДНК в частности. Мы остановились на таком тесте планирования детей. Вот тоже есть такая функция. Мне вот еще что интересно, дает ли какую-то, ну сейчас в вашей компании врач-генетике какую-то консультацию, обратную связь? Вот человек может что-то задавать, какие-то вопросы, если ему что-то не ясно после получения результатов, например? Ну, конечно, в генотеке есть там и врачи-генетики, и онкологи, и терапевты, и диетологи. То есть практически по всем специальностям, по которым мы делаем генетические тесты, у нас есть консультанты, которые могут проконсультировать и по результатам, и перед сдачей теста, собственно, о возможностях теста, что ожидать, что можно узнать, а чего узнать нельзя. Ну да, просто здесь такая, мне кажется, для людей непонятная сфера, вроде вот даже сейчас послушали наш эфир, ой, интересно, но вот что нужно, это не нужно, тут же нужно получить какую-то обратную связь специалистов, видимо, чтобы... Вот эффективность лекарств меня ещё интересует, такой тест, его кому надо делать? Тоже всем? По-хорошему всем. О чём этот тест? Ну, лекарства, как на самом деле другие химические вещества, которые попадают в наш организм, они как-то усваиваются, перерабатываются, попадают в разные ткани, потом выводятся из нашего организма, и вот то, как они усваиваются, перерабатываются, выводятся, зависит от того, как работает наш организм, как работают отдельные ферменты в нашем организме. У кого-то они работают быстрее, у кого-то они работают медленнее. У тех, у кого лекарства накапливают, это может приводить к разным побочным эффектам. У кого-то эти лекарства очень быстро выводятся, и тогда им стандартная доза окажется неэффективной, потому что лекарство быстро вывелось. Метаболизм такой, да? Дозы достаточно не набралось в организме. Собственно, вот этот тест показывает возможные побочные эффекты от разных препаратов и возможную эффективность разных препаратов. Ну, я не знаю, банально такое сочетание клопидогрелия и аспирина, оно у некоторых людей может быть эффективно, а у некоторых людей может вызывать разные побочные эффекты. Варфарин, там еще один такой популярный сердечественческий препарат, у него дозировка может варьироваться примерно на один порядок, и при этом у одних людей одна и даже доза может вызывать внутренностное игротечение, а у других людей там все точно такая же дозировка, может быть просто неэффективна. В общем, обезопасить себя, понять, что принимать, а что лучше, и не стоит принимать. Ну, да, опять же, тут важная оговорка, что это не значит, что ты сделал тест и сразу же начал принимать все препараты, которые безопасны. Да, там указано. Это все-таки тест, который нужно использовать совместно с врачом. С лечением своим. Да. Если врач, например, прописал статины принимать для снижения уровня гомоцитеина, то стоит с врачом обсудить, какой именно препарат из группы статины стоит применять с учетом результатов генетического теста. Потому что, ну, опять же, там статины или антидепрессанты, много разных групп препаратов, которые можно заменять один на другой. При этом на один препарат может быть побочный эффект, а у другого препарата этого побочного эффекта быть... То есть таким образом исключается этот метод проб и ошибок. Ты уже сразу можешь выбирать из лучших. Ну, спрашивает же доктор, есть у вас аллергия или нет. Ты приходишь и говоришь, вот у меня на это есть аллергия, а на это нет. Ну, тут важно не путать аллергии и вот именно какие-то побочные эффекты, потому что аллергия – это история такая чисто приобретенная, а генетический тест показывает не приобретенные, а врожденные вещи, врожденные особенности. И вот действительно, с точки зрения подбора, большая проблема с депрессией, потому что подбор антидепрессантов – это, на самом деле, тяжелая работа. Ну вот, я же говорю, методом проб и ошибок. Она занимается в среднем где-то полгода. Перепробовать разные препараты, понять, как они действуют, есть ли какие-то побочные эффекты, насколько они эффективны. Генетический тест это время сильно сокращает. То есть вы можете, словом, с первого раза выбрать свой препарат, который будет для вас эффективен и не будет вызывать каких-то нарушений. И перестать пить чай с мятой, да. Чай с другими средствами. Что касается генетики, что там вообще в науке интересного происходит? Вот когда, например, если вы знаете, если уже есть такая информация, может быть, зубы будут выращивать, уже там какую-то клеточку сажают, зуб сам вырастает. Или это еще до сих пор из разряда фантастики? Расскажите, вот сколько нам ждать? Ну вот, как бы вся генетика, на самом деле современная генетика, она развилась буквально, наверное, лет за последние 20. Скачок такой. Причина в этом просто скачок технологий. Очень сильно развились технологии расшифровки ДНК. Первый геном человека расшифровать стоило порядка 3 миллиардов долларов. Этим занимались много стран на протяжении больше 10 лет. А сейчас полный геном можно расшифровать за несколько тысяч долларов. Это занимает буквально месяц. То есть сильно стали дешевле данные, из-за этого их стало сильно больше, и люди гораздо лучше стали понимать то, как работает организм, как и то, как работает генетическая информация. Если говорить о том, что будет дальше, ну вот сейчас все говорят о редактировании генома, технологиях CRISPR-Cas9, это все экспериментальные технологии пока что. Возможно, когда-то в будущем они выйдут в медицину, и, собственно, с помощью них можно будет корректировать как-то нашу генетическую информацию. Создавать идеально здорового человека с нужными функциями, пропорциями тела. По крайней мере, задача минимума — это научиться лечить людей с наследственными заболеваниями. Идеальный человек — это вопрос скорее этики, насколько такого человека нужно, сдавать не нужно. И второй вопрос, что не бывает абсолютно идеального человека, потому что одни и те же мутации могут снижать вероятность одних заболеваний и повышать вероятность других заболеваний. Поэтому пока что редактирование генома — это история такая чисто медицинская, и только для лечения институтных заболеваний, ну или для какой-то коррекции при онкологических заболеваниях. Ну а вот органы, например, выращивают, когда это будет? Ну сейчас же есть такие эксперименты, да? Экспериментируют, да. Есть эксперименты по выращиванию зубов и по выращиванию разных органов. Основная проблема в том, что это все пока эксперименты, которые очень далеки от медицины, нету надежной и недорогой технологии, потому что медицина — это все равно экономика. Можно вырастить сосудик, который будет стоить десятки тысяч долларов. Это классно. Для науки. Для науки это очень хорошо. Возможно, когда-то будет стоить не десятки тысяч долларов, а сто долларов, и тогда это будет массово и будет применяться в медицине. Но пока так дорого, ну все пользуются просто там донорскими органами, донорскими тканями. Есть сложности с выращиванием сложных органов, там, почек, элементов центральной нервной системы. Здесь пока и наука не может вырастить такой полноценный орган. Это вот клонирование уже называется? Нет, это просто клеточные технологии выращивания органов. Клонирование — это когда мы пытаемся создать... Воз создать, да? Скопировать, грубо говоря, какой-то организм. Когда мы берем клетку живущего организма, мы из этой клетки делаем, ну, еще один такой же организм, который полностью совпадает по генетической информации. Ну, кстати, не знаете ли в этом плане что-то ведется? Или вот овечка Долли была там как-то, что-то делали, а потом уже все закрыли? Все как-то затихло даже для массовой аудитории больше. Все затихло в отношении человека, потому что все ожидали, что буквально завтра будут ходить клонированные люди. Как в фильмах фантастики. Ну, да, ну, просто не очень понятно, зачем нам клонировать людей. Нету, как бы, задачи такой. Непонятно, что с ним, ну, как бы, зачем может потребоваться клон. А животных клонируют, там, сейчас массово, это нормальная технология в сельском хозяйстве. Какие-то редкие породы животных их клонируют для просто размножения, для быстрого наращивания стада. Ну, стаду это вполне нормально. И для некоторых редких видов, которые живут в дикой природе, тоже клонирование применяется, опять же, для более быстрого восстановления количества особей в популяции. Ой, обалдеть. Ладно, вернемся к тестам ДНК. Вот скажите, сейчас, вы говорите, в России не так популярны какие-то тесты, что касается здоровья. А какие популярны? Вот какие востребованы? Непопулярные тесты, которые касаются плонирования беременности. Потому что, ну, вот еще раз, не очень люди любят планировать беременность. Ну, это понятно, да, мы поняли. Пока там петух не клюнет, никто ничего не делает. А вот какие популярны? Что хотят знать? Популярные тесты, которые показывают происхождение, и популярные тесты, которые показывают здоровье конкретного человека, ну, вот его риски. Вот это такой самый востребованный. Это два самых популярных теста в России сейчас. Валерий, смотрите, все-таки эти тесты, они дорогие, надо сказать. И технологии развиваются, это хорошо. Есть ли возможность, что, например, ну, через пять лет, да, эти цены будут уже другими ценами? Тут имеется в виду более доступно для широкой аудитории вообще вот этот формат. Ну, конечно, потому что кто-то, может быть, и хотел, но понимает, что пока вот как-то не может себе позволить. Я бы сказал, что ожидать, что там через пять лет технологии будут позволять нашу фазь геном за 10 долларов или за 100 долларов, ну, таких поводов на это надеяться, честно говоря, пока нет. Ну, тут там нужно, опять же, там, у меня есть определенный конфликт интересов, я работаю в компании, которая продает генетические тесты, но вот сейчас мы не видим тех технологий, которые могли бы там сейчас зарождаться и которые могли бы через пять лет позволить делать анализы дешевле. Действительно, было очень сильное падение стоимости генетических исследований с 2000 года, наверное, где-то до 2011-2013, где-то так. Произошло просто там кратное, даже на порядке иногда, снижение цен на аршивов ПДНК. Но вот последние, наверное, лет пять цены не меняются, и причин ожидать, что эти цены изменятся в будущем, особо и нет. И на самом деле их и нет, ну, как бы, причин менять, нет задачи постоянно снижать стоимость генетических, ну, как бы, стоимость генетических данных. Ну, просто этого скачка не будет, поэтому, если есть необходимость, можно смело, так сказать, уже сейчас делать тесты. Ну, я бы не ожидал, что будет такое существенное удешевление. Тем более, что эти тесты, они делаются, как бы, один раз в жизни, и вы вкладываете, там, да, значительную сумму, но вы вкладываете, там, в свое здоровье, в свою жизнь, и жизнь последующих поколений, друзья. Мы вернемся, у нас рекламная пауза, оставайтесь с нами. Ну, собственно, обсудили ситуацию в нашей стране, что популярно, что не очень. Да, интересно, какая тенденция сейчас за рубежом, и вот мне любопытно, входит ли это уже в культуру, скажем так, профилактики своего здоровья, да, в каких странах это сейчас востребовано, что люди уже воспринимают и относятся к этому нормально, как, само собой, знать свою генетическую карту, например. Ну, тут важно разделить страны, во-первых, просто на те, где есть культура хоть какая-то профилактики заболеваний, и где такой культуры нет. Россия, к сожалению, скорее входит в ту группу стран, где нету культуры просто профилактики заболеваний. Да, мы это помним уже. Даже там безотносительно генетических тестов. В целом, можно сказать, что там, ну, в вашем мире в плане использования генетических тестов в медицине реагируют Соединенные Штаты. Там они, собственно, первые начали массово применять генетические тесты. Сейчас большая часть генетических тестов оплачиваются страховыми компаниями, то есть для людей эти тесты бесплатны. Здорово. Врачи их активно используют. То есть можно сказать, что там рынок технологии, врачи сформировались и умеют хорошо, качественно использовать результаты генетических тестов. В Европе есть определенное там отставание, потому что там нет каких-то крупных игроков с генетическими тестами местных. Нет спроса или что? Почему нет? Чтобы нет спроса, чтобы стать крупным игроком, нужно выполнять большое количество тестов. Нужен большой поток. Это нужно, потому что генетическое оборудование стоит дорого. Его нужно закупить, а потом его нужно окупать. Если страна маленькая, то там слишком невыгодно строить какую-то генетическую лабораторию. Поэтому, например, генотех делает тесты для многих европейцев, для итальянцев, австрийцев, поляков. А как это? То есть, получается, отправляют материал вам по почте? Или как это все происходит? И вы приезжаете? Ну, фактически нет. Никто не приезжает. Точно такая же работа, как и с территорией России. Мы отправляем коробочки, где пробирка пустая. Нам обратно отправляют свой биоматериал. Это либо кровь, либо слюна. Почта России? Нет, это не Почта России. Это специальные курьерские компании, которые возят биоматериал. Тут важно и быстро, тут еще важно и процессы растаможки. Потому что к ввозу биоматериала, так же, как и к вывозу, есть определенные законодательные ограничения, требуется определенное оформление. Это вы на себя берете? Как это вообще? Да. Ну, вот там ввоз, вывоз биоматериала, это та вещь, которой мы, как компания, должны заниматься. Поэтому, когда к нам ввозят какой-то биоматериал, мы получаем разрешение на... Значит, чек просто ждет курьера, оплачивает, и все, и потом ему уже результаты по почте. Ну, грубо говоря, да. Дальше мы получаем в нашей лаборатории в Москве образец, делаем его анализ, и человек получает результаты в личном кабинете своем. А что, кстати, европейцев интересует? То же самое? Или, может быть, они как раз о детях хотят больше знать? Ну, если говорить про наш опыт, итальянцев очень сильно интересует их диета, фитнес, как они выглядят, как они питаются, здоровый образ жизни хотят вести. Если говорить про Австрию и Польшу, тут как раз много вопросов медицинских, здоровье, здоровье детей и так далее. Такой достаточно интересный момент. В России есть спрос на тесты, которые показывают, как развивать своего ребенка, где у него есть там таланты, где у него этих талантов, может быть, нет. А в Европе, наоборот, этот тест не популярен, потому что там считаются общественные нормы, чтобы твой ребенок был как все. То есть там, ну, как бы, в отличие от России, люди не хотят, чтобы твой ребенок был гением хотя бы в чем-то. Там, как бы, средний ребенок — это то, что нужно. А, то есть вообще нет такой цели развивать какие-то твои особенности супер. Да. Там задача — сделать так, чтобы твой ребенок всесторонне развился, но при этом не выделялся среди, ну, как бы, всех остальных. Слушайте, вот это странно для меня, непонятно почему. Мне тоже непонятно. Я вот такой удивительный. Ну, это вот вопрос менталитета. Здесь Россия впереди, кстати. Чтобы, да, понять, что ты будешь лучше. Нашим людям можно поаплодировать, молодцы. А вот смотрите, вот этот тест, с которым вы говорите про особенности, он только показывает в спорте твои, ну, как бы, сильные стороны? Нет, есть зависимость не только в спорте. На самом деле генетики пытаются найти ассоциации взаимосвязи не только со спортивными особенностями, например, с уровнем IQ или с разными психологическими особенностями, там, импульсивностью, агрессивностью. Другое дело, что здесь генетика не играет какой-то существенной роли. Ну, в спорте строение мышц во многом определяется генетикой. А то, насколько вы импульсивны или не импульсивны, ну, генетика имеет свой вклад, но воспитание, образование дает больший вклад. То есть, если уже подаешь на талант, то понимаешь, что лучше в спорте узнать, какая у тебя. Генетика больше тебе поможет в этом направлении. Какой-то эффективности будет выше. Генетического теста в области спорта больше, чем в предсказании на уровне IQ, например. Уровень IQ, действительно, мы тоже покажем, но уровень IQ, кроме как от генетики, зависит еще и от образования. И, конечно, образование, семья, воспитание оказывает огромное влияние на итоговое значение IQ у человека взрослого. То есть, вот, изначально вопрос, который мы задавали, Америка, это та страна, где это сейчас наиболее развито и в таком обиходе сейчас есть. Да, культура там появилась. Культура есть определенная. То есть, развито это, понимаешь, может быть, и в нашей стране тоже, вот, например, генотек, пожалуйста. Ну, технологии-то, на самом деле, везде одинаковые, там, стандарты, опять же, там, везде одинаковые. Ну, я имею в виду среди обычного населения, да, кто интересуется. И массовость. В Штатах, вот, такой яркий пример, в Штатах две их основные компании, которые занимаются происхождением, за Киберпонедельник и Черную Пятницу, вот, в прошлом году продали полтора миллиона тестов. Просто вот за два дня. В России, вот, совокупно, если брать, там, все компании вместе взятые, количество людей, которые прошли генетические тесты, оно там измеряется небольшими десятками тысяч человек. Мы желаем вам как можно больше, да, клиентов. Спасибо вам огромное. Всем желаем здоровья. Очень интересно. Спасибо. Генетик Валерий Линский в гостях у нас будет. Спасибо. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ.